В Саратове прошел форум, посвященный 110-летию российского парламентаризма. В стенах областной думы состоялся сразу ряд мероприятий в рамках 7-го международного конституционного форума, посвященного теории и практике парламентаризма в современном мире. Ежегодная конференция уже традиционно проводится в преддверии Дня Российской Конституции. Участие в мероприятии приняли студенты, магистранты, аспиранты, соискатели, преподаватели, практические работники. Одними из инициаторов создания международного конституционного форума выступают специалисты юридического факультета СГУ, который в этом году отмечает свое десятилетие. По словам заведующей кафедры конституционного и муниципального права, форум станет интересным для всех его участников. Мы стараемся, чтобы наука давала какие-то предложения для развития законодательства, для совершенствования взаимодействия между парламентом и другими органами власти. То есть я думаю, что это будет обоюдно выгодное мероприятие как для теоретиков, которые услышат, какие проблемы волнуют сейчас практиков, так и для практиков, которые узнают, над какими вопросами сейчас работают теоретики. Основными темами обсуждений в рамках форума стали вопросы, связанные как с совершенствованием функций российского парламента, так и с рассмотрением опыта работы зарубежных стран. В форуме приняли участие специалисты из Ирака, Казахстана и Франции. В рамках докладов также были подняты основные вехи становления российского парламентаризма. По словам специалистов, сегодня демократическая система управления государством объединяет в себе различные политические интересы граждан страны. Парламент в контексте государственности является системообразующим фактором, признаком развитых демократии и гражданского общества, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Сегодня парламент это не только представитель народных интересов, но и профессиональный законодательный орган. Депутаты должны работать с избирателями, обладать знаниями и опытом, необходимыми для разработки законов. По итогам работы международного форума планируется издание сборника научных статей.